Спасибо. Елена Александровна Логаева. Спасибо. Вижу много знакомых лиц и очень рада выступать в начале сезона, при открытии сезона. Вдобавок, еще и потому, что сегодня очень важный и ответственный день. Именно 8 сентября 1875 года было организовано Теософское общество. 17 ноября Альпот в своем торжественном выступлении официально признал создание Теософского общества осуществившимся, а 8 сентября состоялось то самое собрание, на котором договорились о создании общества и выбрали имя ему Теософское. Сегодня, 8 сентября, мы начинаем свой новый сезон, постоянно действующие семена Росного мировоззрения. И мы рады сказать вам, что вы хорошо подготовились к началу сезона. В этом году, как никогда, вышли пять книг, статей Пловацкой, которые, надеюсь, вам очень помогут, и некоторые другие работы в издательстве «Сфера». Вы сможете ознакомиться с ними, вот там они представлены. Рекламка и их издание. Дельфис. Надеюсь, что все эти книги, они как раз вписываются в тему нашего постоянно действующего семена. 8 сентября было организовано Теософское общество. Целью его было содействовать образованию ядра всеобщего братства человечества, безразличия расы, цвета кожи, вероисповедания или социального положения. Основательно изучать древние мировые религии для сравнения и извлечения оттуда универсальной этики, исследовать скрытые тайны природы во всевозможных аспектах и особенно дремлющие в человеке психические и духовные силы. Елена Петровна Блавацкая писала, «У нас на вооружении есть два метода. Первый – излагать истину непосредственно в том виде, в каком она ныне преподносится оккультными школами. И другой метод – сравнительный. Если нам удастся убедить людей изучать арийские и другие восточные писания, они сами смогут обнаружить в них недостающую половину того, что в силу своей недосказанности в библейском тексте уже давно превратилось в скамень преткновения для тех, кто желает найти истину». Для успешных достижений в оккультных науках в Европе более чем где-либо необходимо всемирное братство, то есть родство сильных магнетических, но все же различных энергий и полярностей, сконцентрированных вокруг одной доминирующей идеи. То, чего не может достичь один, объединенные могут достигнуть. Это цитата из писем Махатна. «Мы учим людей древнейшей истине, которая, тем не менее, нуждается в постоянном напоминании. Это истина – вселенское братство. Оно очистит человеческие сердца и удержит людей от дурных поступков. В основе вселенского братства лежит общечеловеческая душа. Достижение братства, да и просто взаимопонимание между людьми было бы весьма проблематичным, если бы не наличие той и этой единой, общей для всего человечества души. Убедите людей в реальность ее существования, и они будут спасены. В каждом человеке заключена божественная сила, которая должна управлять его жизнью, так как ни один, даже самый могущественный маг, не может подчинить ее своим корыстным целям. Пусть же человек ищет защиту именно в ней, и ему не придется бояться ни других людей, ни самого дьявола. И первая книга нашей серии – это сборник «Психология, наука о душе». На своих семинарах мы часто говорим о терминологии и постоянно возвращаемся к определению того, что такое дух, душа, тело. Классификация принципов – тройственное, пятеричное, семеричное строение человека, астральные тела и двойники, идея бессмертия души и перевоплощения. Но эта книга посвящена прежде всего психической и интеллектуальной деятельности. Блаватская в конце XIX века говорила «Слово, древнейшее как мир, то слово, которое так долго ждало человечество, то понятие уже прозвучало в XIX веке». И это понятие «свобода мышления». Мы много говорим о том, что теософия, теософское общество в мире сейчас победило, потому что все задачи, поставленные перед ней, в той или иной степени начали реализовываться. Говорить о братстве человечества, посмотрите, как эта идея была сильна, особенно на территории нашей страны. У нас не было различий между расами, социальным положением, имущественным и так далее. Именно на территории нашей страны, именно на территории России была предпринята попытка организовать братство человечества. Пусть в какой-то оригинальной форме. Сейчас это не обсуждается. Но ведь братство человечества реализуется как от каких-то низших, даже при каком-то низком уровне сознания, и самым высоком. Даже корпоративный дух мы можем назвать стремлением к братству. И стремление к братству сейчас, как никогда, все-таки здесь присутствует в нашей цивилизации, в истории человечества на данном этапе. Однажды мы попытались проанализировать глобализацию. Может быть, это тоже оборотная сторона братства, когда попытка слить все воедино, но так и не перешли к единому мнению. Во всяком случае, эта цель теософского общества развивается, и я надеюсь, что будет дальше развиваться активно. Вторая цель, основательно изучать древние мировые религии для сравнения и извлечения оттуда универсальной этики, также была достигнута. Если в XIX веке и буддизм, и индуизм, и различные другие восточные религии совершенно никого не интересовали и были забыты даже носителями, то сейчас, когда ты говоришь о какой бы то ни было религии восточной, все в состоянии назвать много имен представителей буддизма, представителей индуизма, вполне интересных. И различные философские школы, и индусские, и другие, они сейчас настолько свободны, и ты можешь, в общем-то, изучать любую религию, любое направление философское, абсолютно без всяких проблем. И третья цель, исследовать скрытые тайны природы во всевозможных аспектах, и особенно в дремлющих человеке психические и духовные силы. Думаю, не нужно говорить, что это, безусловно, эта цель, эта задача тоже, безусловно, реализуется сейчас и в большей активной мере. Самое интересное, что даже люди низкого сознания, даже те, кто не интересуется никакой философией, никакой теософией, никакой мистикой, тем не менее, настолько прониклись идеями кармы, переуплощения, воздействия на силы природы и человека, то, что мы знаем, как наука магии, ни для кого уже не вопрос, что это возможно, и что это в наше время существует, и все по мере своего воспитания и своих знаний стараются этим пользоваться. Так вот, в книге, в сборнике статей Елены Петровны Балавадской «Психология наука о душе» говорится не только о том, как развить свое мышление для того, чтобы вполне реализовать практику познания, но и об опасностях. И давно мы уже говорили о различии между месмеризмом и гипнозом. Месмеризм, как процесс передачи энергии, жизненной энергии от человека к человеку, безусловно, поощряется в тех случаях, когда он необходим. Гипноз, безусловно, нет. Почему? Потому что он основан на подавлении воли другого человека. И это в любом случае обернется какими-нибудь сложными моментами. Не случайно одна из статей Балавадской называется «Гипноз и его связь с другими способами очаровывания». По-английски можно даже собственно перевести и многие переводят как со способами околдовывания. То есть гипноз где-то сродни все-таки колдовству и манипулированию человека. Так вот, по оглавлению книги вы можете увидеть, что статьи подобраны по темам «Наука о душе, психическая и интеллектуальная деятельность, целительство, гипноз или месмеризм». Психическая и интеллектуальная деятельность статьи на эту тему я хотела бы подчеркнуть особо. Блажен тот, кто сумел различить себе психическую и ноэтическую деятельность. Рано или поздно каждый человек начинает слышать голос своего внутреннего «я». Рано или поздно каждый человек добирается до каких-то тайных сторон своей души. И здесь не ошибиться, и не принять шепот низшей природы за голос высший иногда бывает довольно сложно. Блажен тот, кто понимает разницу. Благодаря статьям Гловацкой мне кажется, это сделать значительно проще. Я начала говорить сразу о статьях, но не рассказала о том, где мы взяли эти статьи. В свое время Борис Цирков издал на английском языке 15-томное собрание сочинений статей Елены Петровны. Все его знакомы с ее крупными трудами. Разоблаченная изида, тайная доктрида, ключ к теософии, некоторые другие, знакомы каждому из нас. Но почти 15 томов статей проходили мимо нашего внимания. В 90-х годах издательство «Сфера» предприняло попытку издать статьи в хронологическом порядке, так как они собраны в полном собрании сочинений. С тех пор прошло много лет. Была еще одна серия, где так же, как и в этой серии, статьи были собраны по темам, для того, чтобы удобнее было с ними работать. Эта серия называлась «Елена Бловацкая потомком», и она, к сожалению, тоже уже вся разошлась, и переиздать мы ее сейчас не можем, потому что права принадлежат издательству «Сфера». Когда возникла острая необходимость издать статьи Бловацкой для работы, нам пришлось создать новую серию. Поэтому в чем-то эта серия повторяет предыдущую, «Елена Бловацкая потомком». Но какие-то отдельные вещи здесь собраны впервые. Например, здесь собрана впервые тема целительства, гипноз или месмеризм. Такие статьи, как «Христианская наука», «Целительная сила», «Тхарана» или «Месмеризм» не вошли в предыдущий сборник. Однако, сами по себе эти статьи очень интересны. Вы удивитесь, еще в XIX веке выходили те же книги, которые мы с вами сейчас воспринимаем как некоторое открытие, как что-то новое. Однако, анализ Елены Петровны Бловацкой подобного подхода к целительству и подобной литературы говорит более глубок, чем можно было бы ожидать. И сейчас звучит очень своевременно и современно. Рекомендую с этими статьями также ознакомиться. мы не могли обойти вниманием такую важную сторону человеческого познания как наука. Иногда бывает очень сложно говорить с начинающими теософами, имеющими хорошую научную подготовку. А уж не имеющими, тем более. Чем более невежественен человек, тем больше он верит науку. Люди, ученые, они близко, будучи близко знакомыми с методологическим подходом, с научным подходом, они все-таки поспокойнее к этому относятся. Но все-таки Елена Петровна Бловацкая, например, однажды привела такой пример в статье «Путеводный свет неведомого». Анализируя работу химика Уильяма Крукса, которому принадлежат самые ценные последовательные научные открытия, сделанные в XIX столетии, говорит, что в данном случае великолепное интуитивное восприятие оккультной истины заслужило ему гораздо большую службу, нежели все его обширные познания в области физической науки. Ни научные методы, ни официально установленная практика так и не смогли стать решающими факторами в открытии лучистой материи или в его исследованиях первичной материи протила, не отрицая науку, придерживаясь тех же самых основных методов познания, одним из главных которых, которым является закон аналогии. Вы знаете, что наше познание благодаря этому закону и, собственно, возможно, этот закон является первым законом оккультизма, закон аналогии. с большой долей юмора, так присущим в Лавацкой, она пишет статьи «Война на Олимпе», «Факиры», «Подвластно ли творение человеку»?» Гексли слеет «Кто больше виноват в обмане» и «Недостающее звено». Некоторые из этих статей посвящены спиритизму. Почему так? XIX век очень близко подошел к роковой черте. Сейчас почему-то мало кто об этом говорит и уж, наверное, никто не помнит, но в середине XIX века спиритизм распространился очень широко. Спиритические сеансы проходили повсеместно. В газетах можно было прочитать объявление, что король Август VII провел вчера со своими близкими спиритические сеансы. Они вызывали дух такого-то человека, и он сказал то-то и то-то. Это публиковалось в газетах, это все было абсолютно нормально, это все было очень интересно. Но, к сожалению, подобного рода сеансы и контакты с этим миром являются некромантией. Ибловацкая в самом начале своей деятельности очень активно объясняла, что никаких контактов со своими умершими родственниками невозможно. В одной статье она с большой душевной болью писала, что, к сожалению, невозможно. Но контакты с подусторонними силами, с элементалами и с элементариями безусловно возможны. К сожалению, контакты с элементариями чреваты одержанием и очень опасны. В одной из статьи она писала, что из-за многочисленных спиритических сеансов тонкая граница, вернее, различия между нашими мирами, тонким миром и нашим более плотным миром, к сожалению, вплотную приблизить друг к другу. И это может стать опасным. То есть элементарии тонкого мира могут хлынуть в наш мир, и их ничто не остановит, потому что границы между этими мирами нет. Есть только разница. Разница в вибрациях. Вы представляете, что если бы вибрации нашего мира опустились до такого состояния, что все это было бы как в американских фильмах, например, про кошмар на улице Вязов. То есть они бы уже могли взаимодействовать с нами. Для того, чтобы эту опасность в конце концов предотвратить, Лена Петровна Блавацкая сама приходила на спиритические сеансы и показывала, чем они являются и чем они не являются. Она начала активную писательскую деятельность именно со статей о спиритизме. Поэтому сложилось ошибочное мнение, что она была спиритисткой. Но не знаю в каком варианте ее можно было бы так назвать, потому что она никогда не придерживалась их мнений, спиритисты ее своей не считали, потому что у них были различные представления, различные терминологии. Совершенно они были не согласны с ней, ни в вопросах о стране вечного лета, ни о душе, ни о духах и так далее. Хотя мы знаем, что сама Елена Петровна общалась с тонкими норами очень активно. В эту же книгу вошла тема магия или оккультизм, наука магии. Изначально собственно существовала именно наука магии как взаимодействие с природой. сложные вопросы дух и материя. Что такое электричество, материя или сила? Что такое материя и что такое сила? Трансмиграция жизненных атомов, сознание. Именно здесь люди западного мира впервые услышали о том, что у каждого атома есть сознание. И в эту же книгу, в этот же сборник вошли статьи «Загадки природы», о различных феноменах. Немного о так как все-таки мое выступление называется «Знамение времени», вы заметили, что я постоянно говорю о современности и небольшой отрывок из статьи «Сила предрассудков». Напоминаю, что она написана в XIX веке. Общеизвестно, что в нашем столетии каждый представитель цивилизованного общества, будь он ученым интеллектуалом или же напротив тупым невежды, постоянно стремится к чему-то новому. И в этом стремлении он превосходит даже афинянина павловских времен. Но, к сожалению, новомодные увлечения, до которых охочи люди, и тогда, и сейчас имеют мало общего с истиной. Современное общество гордится тем, что живет в эпоху фактов, но в большинстве случаев это всего лишь подтверждение человеческих пристрастий, научных или религиозных. Разумеется, в поиске фактов заинтересованы все. От царственных анклавов науки, уверенных, что судьбы человеческой расы целиком зависят от правильного описания анатомии комариного хоботка до полуголодного писаки, вышедшего на тропу войны в поисках сенсационных новостей. Но им нужны только те факты, которые поддерживают их собственные предвзятые мнения и предрассудки, и только то, что согласуется с господствующими тенденциями, определяющими стереотипы действия современного разума, вправе рассчитывать на их теплый прием. Статья книга наука и магия. Наш век является переходным во всех отношениях, и полное откровение для этого поколения невозможно. Поэтому все книги были написаны так, чтобы заставить серьезного ученика самого докопаться до многих глубинных истин. Но и того, что все же было выдано людям как в завуалированном стиле, так и напрямую, уже было достаточно, чтобы сделать этот труд откровением. Писал Джадж о книге «Тайная доктрина». Третья книга этой серии называется «Путь самопознания». Согласитесь, что некоторым знамением нашего времени является то, что каждый мыслящий человек обязательно занимается самовоспитанием, самопознанием, развитием себя. Обязательно занимается работой над собой, будь ли это работа над физическим телом или работа души. Первым требованием самопознания является ощущение собственного невежества, ощущение всеми фибрами своего сердца, того бесконечного самообмана, в котором мы живем. Второе требование заключается в глубокой убежденности в том, что знание самого себя, интуитивное, но вполне определенное, может быть достигнуто в результате целенаправленных действий. Третье и самое важное требование – неодолимое стремление обрести это знание. В работе своей теософской группы мы, в конце концов, выработали следующую формулу. признавая собственное невежество, помня об альтруизме, следуя закону аналогии, уповая на интуицию и вдохновение, мы приступаем к честному исследованию. Произносили мы эту формулу перед каждым нашим занятием. Немного подробнее. Именно с признания собственного невежества начинается познание. Пока ты не признаешь себе, что ты знаешь не все, ты доволен собой и познание не наступает. Помня об альтруизме. В данном случае термин альтруизм мы использовали только как отрицание эгоизма, иллюзия отделенности, которая мешает воспринимать знания, находящиеся повсюду. Следуя закону аналогии, я уже говорила, что это первый закон оккультизма. Уповая на интуицию, интуиция в определении теософии это единственная способность, позволяющая человеку видеть вещи в их истинном свете. И вдохновение, то есть умение подняться до высот своего сознания, мы приступаем к честному исследованию, помня о характеристике нашего времени. В статье наш цикл и следующий за ним Головатская писала «О Боги, сколько претворства и кощунственного пренебрежения истины демонстрирует наш век, пропитанный ложью и обманом. Вместо правды и честности мы увидим условности и холодную рафинированную политез, иначе говоря, претворство. Фальшивки преследуют нас везде. Суррогат моральной пищи и суррогат пищи телесной. Для желудка маргарин вместо масла и такой же маргарин для души. Красота и яркие краски снаружи, тлены разложения внутри. Вся жизнь непрерывный бег, лихорадочная гонка, цель которой удовлетворение своих эгоистических амбиций. Гордости, тщеславия, жажды денег и почестей. Наездники в этой скачке с препятствиями человеческой страсти, а кони наши не очень стойкие собратья. Приз же в ней добывается ценой крови и страданий бесчисленного множества ближних и духовной деградации победителя. Кто в нашем столетии осмелится открыто высказать все, что думает? Сейчас человек должен быть поистине героем, чтобы говорить правду, зачастую сопряженную с риском для его жизни и благополучия. Елена Петровна писала, что одним из самых страшных орудий нашего времени является насмешка. И если в первые века христианства много было желающих зайти на костер ради для того, чтобы защитить идеи христианства, то сейчас мало кто готов стать под градом насмешек для того, чтобы защитить идеи теософии. В статье «Путь самопознания» собраны в книге «Путь самопознания» собрана статьи, посвященная и оккультному обучению, и самостоятельной работе, и взаимоотношению учителя и ученика, и тому, что такое теософия, определению именно кто такие теософы, определению собственно той работе, которая ожидается от теософа, от реально действующего практического теософа, от человека, который хочет заниматься оккультными науками, или предпочитает остаться теософом, не занимаясь оккультными науками. Общеизвестно, что когда теософское общество было организовано, для вступления в него достаточно было придерживаться только первой цели, то есть поддерживать идею всемирного братства, а все остальное это уже было по своему желанию, то есть никто не ограничил, вы могли верить в карму, могли не верить, лишь бы вы понимали, что для нас самое главное это создание всемирного братства. В книге, в статье «Духовный рост», так же, как и в одном из писем Махатм, приводятся строки «Все в гору и в гору я буду идти, о да, устанешь, нет мочи, и много часов проведу я в пути, с утра до глубокой ночи». В примечаниях это стихотворение приведено полностью. Тихотворение это написала Россетти Кристина, английская поэтесса, сестра живописца и поэта Данта Габриэля Россетти, основателя братства прерафаэлитов. Стихотворение полностью звучит так. «Все в гору и в гору я буду идти, о да, устанешь, нет мочи, и много часов проведу я в пути, с утра до глубокой ночи, когда же смогу отдохнуть я, и где, приют наверху найдешь, но как я увижу его в темноте, мимо ты не пройдешь. Скажи, кто оставил у входа свечу? Люди, что шли впереди, они мне откроют, коль я постучу, без стука в дверь заходи. На отдых теперь я могу уповать, о да, ты его нашел, но всякому здесь постель открывать, всякому, кто вошел». Это стихотворение стихотворение в определенный период жизни стало очень большой духовной поддержкой для многих сотрудников нашей группы. Теософия для каждого, и каждый может войти, но, следуя заветам Елены Петровны Бловацкой, мы стараемся не принижать теософские знания, помня о том, что мы должны подняться к ним, а не они спуститься к нам на наш материальный уровень. Сборник «Религия-мудрость» о теософии. Вы знаете, что именно такое название «Религия-мудрость» использует Елена Петровна Бловацкая, когда говорит о той самой первоначальной религии. И темы этого сборника «Что такое теософия, вера и религия, Бог, посвященные учителям мудрости, философы, происхождение зла, размышления о карме, переуплощении смерти и бессмерти». Елена Петровна Бловацкая постоянно очищала терминологию. Например, именно благодаря ей я узнала, что оказывается первоначально слово «энтузиаст» означало человека, с которым Бог. И точно так же слово «вера» означает вовсе не слепая вера, а вера является оболочкой знания. Поэтому в своих статьях Елена Петровна всегда пишет, всегда разделяет эти понятия. И когда имеется в виду «слепая вера», это именно словосочетание «слепая вера». А когда речь идет о вере в теософском смысле, то, безусловно, это каждый раз объясняется. Хорошо было бы, чтобы и мы научились не лениться, а каждый раз точно употреблять те понятия, те слова, которые мы, в общем-то, именно подбирать правильно слова, для того, чтобы люди понимали, что именно мы хотим сказать. Сборник знамения времени задумывался давно. Мне очень хотелось, чтобы вышла книга, где были бы собраны предсказания, научные предсказания Блаватской, но, к сожалению, эта работа неосуществима. По одной простой причине. Те открытия, которые уже сделаны, мы, конечно, можем записать и догадаться, что они были сделаны, если мы хорошо знаем историю науки. А вот те открытия, которые еще будут сделаны, готовя эту книгу к печати, я вдруг неожиданно нашла такой материал. Елена Петровна пишет, что в будущем люди будут выращивать органы и пересаживать их, но человека вырастить не смогут. И дальше описывается подробно, почему не смогут, в чем причина. Я не могла бы представить себе, что это предсказание, однако теперь мы понимаем, что да, мы уже близки к тому, что будут выращивать органы и пересаживать их людям. Тем не менее, определенная работа в этом направлении была сделана. В эту книгу вошли темы, которые помогают нам узнать о будущем, развить свою интуицию, что неизбежно для каждого ученика. И две статьи, которые мне очень хотелось бы, чтобы вы обратили на них внимание. Это статья Долгина «Научное предвидение Блаватской» и статья «Елена Петровна Блаватская» и «Предсказания научных открытий XX века». Ранее эти статьи уже издавались, но только в журнале. Подобраны статьи только о научных открытиях XX века. Вы знаете, что Елена Петровна ушла из жизни в 1991 году, а в 1995-1996 был всплеск физических открытий. И прочту из 39 только первые 4-5 предсказаний. Блаватская знала об эквивалентности энергии массы, что позже в 1905 году показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле Е равняется mc в квадрате. Она знала о факторе выражения скорость света в квадрате в этом уравнении. Она предполагала фотон, который открыл миру в 1905 году Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. Она знала о Броуновском движении, объясненном Эйнштейном в 1905 году. Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени и о мировой линии. И это было впоследствии открыто Эйнштейном. Она знала об электроне до его открытия в 1897 году и уже в 1988 году знала, когда он будет открыт. И многие другие предсказания. Здесь только научные. А сколько предсказаний в социальной сфере? Например, в одной из статьи «Детям дозволено готовиться к будущим убийствам» Блаватская пишет о том, почему так опасно давать детям оружие убийства и чтобы они направляли его на человека. И уж если вы растите преступников, то будьте готовы к тому, что ваши дети понесут и заслуженное наказание. То есть сама по себе схема поведения она у детей вырабатывается. В книге «Знамение времени» есть в статье «Новый цикл» есть такое очень интересное размышление Елены Петровны о нашем времени. Я прочту всю эту цитату целиком. Мне кажется, она очень важна для понимания современных теософов, для понимания того, что и как мы должны делать в будущем. Но кем бы ни был современный человек, фанатиком, скептиком или мистиком, главное, чтобы он ясно представлял себе всю бесплодность борьбы с двумя моральными силами, ныне обретшими полную свободу и находящимися на пике своего противостояния. Человек отдан на милость двух непримиримых противников, и никакая промежуточная сила не в состоянии защитить его. Поэтому он волен выбирать, позволить ли волнам мистической эволюции нести его вперед без всякого сопротивления с его стороны, или же пытаться плыть против течения этой моральной и психической эволюции, чтобы в конце концов утонуть в им же самим созданном водовороте. Весь мир с его центрами и возвышенной мысли, и человеческой культуры, с его средоточиями политической, артистической, литературной и деловой жизни, пребывает ныне в беспорядке и нестабильности. Все в нем сотрясается и рушится, медленно, но неотвратимо продвигаясь к обновлению. И никто из его обитателей не может и не должен оставаться слепым, так как не приходится рассчитывать на то, что кому-нибудь удастся сохранить нейтралитет между двумя противоборствующими силами. Необходимо сделать выбор в пользу одной из них, чтобы не быть раздавленными обеими. Человек, воображающий, будто он выбрал свободу, но при этом остающийся внутри кипящего котла, вода, в котором пенится нечистая материя, именуемая светской жизнью, наихудшим образом предает свою божественную сущность, для которой это предательство обернется слепотой на протяжении множества последующих воплощений. Все вы, кто не может освободиться от сомнений, не смело начав продвигаться по пути теософии и оккультных наук, и кто замер в нерешительности на золотом пороге истины, единственном, который вам остался, потому что обо все остальные вы уже успели споткнуться, должны открыто и без страха взглянуть на ту великую реальность, которая открывается перед вами. Эти слова адресованы исключительно мистикам, ибо только для них они могут представлять интерес, поскольку тем, кто уже сделал свой выбор, они покажутся пустыми и ненужными. Но вам, оккультистам, каббалистам, теософам, хорошо известно, что слово «древнее, как мир, хотя и новое для вас», уже звучало в начале этого цикла, и его потенциальная энергия, незримая для остальных, закрыта в сумме цифр, составляющих число года 1889. Вам известно, что уже прозвучала нота, которую еще ни разу не слышало человечество за всю нашу эру, и что новая идея, взращенная силами эволюции, уже явлена миру. Эта идея отлична от всего, что было создано в XIX веке, но в то же время идентична мечте, задававшей тон и служившей лейтмотивом каждого, и особенно последнего столетия, а именно мечте об абсолютной свободе мышления для человечества. Сама Елена Петровна положила всю свою жизнь служению великой идее, теософии. В сборнике оккультный мир Гловацкой собраны воспоминания очевидцев, людей, которые лично были знакомы с Еленой Петровной. Прочту лишь два воспоминания. Вопреки постоянной неспособности тех, кто объявлял себя ее последователями, понять ее и небрежным и неправильным столкованием ее слов и поступков врагами, она никогда не теряла веру в это дело, она не колебалась своей абсолютной преданности той задачи, за которую она взялась. Страдая как мученица и душевно, и физически, она трудилась неустанно, и в ее работах не найдешь признаков ее тяжелого физического состояния, что само по себе превращало ее жизнь во что-то невероятное, а ее литературные произведения в чудо. Какие еще нужны оправдания ее личности, когда существуют такие памятники благородства ее души и интеллекта, как тайная доктрина, голос безмолвия, «Разоблаченные Зиды» и «Ключ к теософии». Это слова Реджинальда Мачела и Фредерик Дик. До того, как я встретился с госпожей Блаватской в Лондоне в 1888 году, я уже был принят членом теософского общества, и мне уже были известны подробности множества бесчестных нападок, которые обрушились на Елену Петровну с целью опорочить ее честь и достоинство. Ничтожность и слабость всех этих поползновений особенно ярко предстоят в свете контраста между ними и духовным благородством ее произведений, разоблаченные Зиды и издаваемых ею журналов. Такие обвинения лишь усиливали энтузиазм стремящихся познать великие принципы, лежавшие в основе идеи о единстве человечества, философским предпосылком которого, продемонстрированным в ее работах и основанным на священном знании и способностях учителей, она посвятила всю энергию своей жизни и весь огонь своего сердца. Подобные нападки приносили ей беспрестанные страдания, поскольку вредили тому делу, ради которого она трудилась. Тем не менее, для нас, новичков в этой науке жизни, это хорошо выявляло внутреннюю слабость, присущую нашей сложной природе, и давало нам возможность лучше осознать ту громадную задачу, которую ставила перед собой теософия в отношении нашей расы. Эта весть свыше передавалась Блаватской с такой энергией, красноречием и охватом исторических и философских подробностей, равным которых не было в истории. Взрывая на мелкие осколки большинство общепринятых верований и догм, в том числе и научных, в своих писаниях она представит в виде мастера-творца, обладающего законченной конструктивной философией как практической жизни, так и в равной степени космогенезиса и антропогенезиса. Ее главной целью было распространение в мире идей и учения древней религии мудрости, исходного источника всех мировых религий. Это совершенно не было связано с пропагандой спиритуализма, чудоискательства или психизма какого-либо рода. Об этом посвидетельствует ее описание. Она открыла как для Востока, так и для Запада те истины о великих законах кармы, реинкарнации, двойственной природы человека, которые так долго были скрыты, вместе с настолько возвышенной духовной философией, что она стала ключевой нотой для множества последователей, вставших на тот же путь свершений. Думая о теософии, говоря о теософии, мы с вами, собственно, члены теософского общества и, как у нас принято говорить, независимые теософы, не члены теософского общества, тем не менее, всегда помним самое главное. Самое главное, для чего, собственно, человек был создан – познать самого себя, познать божественную природу. Через творчество. Мне кажется, было бы неплохо постоянно в своих действиях помнить и три фундаментальных положения, которые установлены для нас тайной доктриной. Первое – вездесущий, вечный, беспредельный, и непреложный принцип, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Второе – вечность Вселенной в целом, как беспредельный план, и цикличность, появление и исчезновение миров, подобно правильному возвращению прилива и отлива. И третье положение – основная тождественность всех душ с всемирной превышней душой и обязательное странствование для каждой души через цикл воплощений или необходимости согласно закону циклов и кармы на протяжении всего срока. Мне кажется, что лучшим проявлением альтруизма для нас было бы доброжелательство, потому что для Теософа все-таки важнее всего не индивидуальная цель или решимость достичь для себя нирваны, которой есть в конце концов лишь возвышенный и прекрасный эгоизм, но самоотверженный поиск лучших возможностей, позволяющих повести нашего ближнего по правому пути и побудить столько наших собратьев, сколько в наших силах почерпнуть из него пользу. Вот что составляет истинного Теософа. Вы помните слова, что настоящий Теософ пропустит всех вперед себя и сам пойдет последним по пути эволюции. Наша задача все-таки, наверное, показать, а может быть и стать примером человека, который нашел тот самый путеводный свет звезды, примером человека, который идет на маяк истины. Ну и, конечно, одной из самых наверное привлекательных задач каждого Теософа является как вы думаете, что я об этом говорю постоянно, умножать количество счастья на земле. Это одна из почетных обязанностей каждого Теософа. Теософия это наука обо всем божественном, что есть в человеке и в природе. Это исследование и анализ известного и познаваемого, неведомого и непознаваемого иными способами. Я повторяю, только Теософия, если ее правильно понять, может спасти мир от отчаяния, повторно осуществив ту социальную и религиозную реформу, которую произвел в свое время Гоутаму Будда. Это будет мирная реформа, без единой капли пролитой крови, потому что каждый сможет сохранить веру своих предков, если пожелает, достаточно будет избавиться от тех паразитических растений, сотворенных человеком, которые опутали все существующие в мире религии и культы. Достаточно признать саму суть, которая едина для всех религий, а именно дух, дающий жизнь человеку, в котором он пребывает, и делающий его бессмертным. Пусть каждый человек, склонный к добру, найдет свой идеал, путеводную звезду, на свет которой он сможет идти. И пусть он идет, не сворачиваясь с избранного пути, и тогда вряд ли что-то сможет помешать ему достичь маяка жизни, истинным. Пожалуй, на этом все. Это основная часть моего ...